Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Ольга Вассента. Смотрите сейчас. Картина года. В преддверии Дня народного единства прошла премьера фильма на другом берегу. Насколько важно всем нам быть вместе. Какой замысел. Покатались, так покатались. Нетрезвый подросток попал в ДТП на рабочем автомобиле своего отца. Чем все закончилось? На колесах успеха. Победители международного ралли-рейда посетили Бобруйск. Предприятие Белшина выпускает высококачественную продукцию, конкурентоспособную. Как это было? А также официальный визит, китайский рынок и полезный урок. В Беларуси планируют включить в школьную программу обучения вождению. С какого класса? Президент направился с рабочим визитом в Россию. Центральной частью станут переговоры с Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября. Их главы государства запланировали ранее в соответствии с графиком встречи двух лидеров. Основные темы переговоров – международная повестка и региональная проблематика. А также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. И общая большая работа в сфере импортозамещения. Взял ключи, пока родители спали. Нетрезвый подросток попал в ДТП на рабочем автомобиле своего отца. Авария произошла в 3 часа ночи. 17-летний могилевчанин не справился с управлением, в результате чего газ опрокинулся. Как пояснил юноша милиционерам, он выпил пиво с друзьями и решил завести их домой. Виновник ДТП отделался ушибами, а пассажиры с места происшествия убежали. Молодому человеку грозит ответственность за пьяное и бесправное вождение, а также за совершенную аварию. Первый энергоблок, бесплатная консультация и зеленый свет. В Беларуси объявлен конкурс для господдержки бизнеса. Какие условия? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. БелАЭС выработала 19 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это позволило заместить более 5 миллиардов кубометров природного газа. Второй энергоблок прошел основные этапные программы. В мае он включен в объединенную энергосистему. В ближайшее время начнется комплексное опробование его оборудования, которое продлится в течение 15 суток. Предприятия деревообрабатывающей отрасли на четверть нарастели экспорт в Китай. Современные реалии подталкивают государство к более плотной интеграции в сфере лесного хозяйства. Потоки белорусской древесины, которые раньше направлялись в Европейский Союз, готовы сегодня приобретать страны Азии, Востока и Африки. На китайский рынок активно поставляются целлюлозы, пиломатериалы и фанера. В Беларуси планируют включить в школьную программу обучение вождению. Поможет в этом добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Сейчас до СААФ именно образование прорабатывается эта тема. Речь об учащихся 10-х и 11-х классов. Кроме того, обе стороны активно сотрудничают по вопросам патриотического воспитания. Адвокаты проконсультируют белорусов 15 сентября. Акция приурочена к празднованию Дня народного единства. За бесплатной правовой помощью могут обратиться пенсионеры и малообеспеченные с 11 до 13. Не останутся в стороне и нотариусы. Полный список контор и бюро, контактные данные и время работы можно уточнить на официальном сайте. В Беларуси объявлен конкурс для господдержки бизнеса. Средства могут предоставить в виде займа или лизинга имущества до 5 лет. Общая сумма – почти 2 миллиона рублей. Проекты должны быть связаны с развитием и расширением производства, реализацией импортозамещающей продукции, внедрением новых технологий. Предпринимателям нужно создать и дополнительные рабочие места. Заявки ждут до 15 сентября. Историческая драма. В Бобруйске в преддверии Дня народного единства состоялась премьера фильма «На другом берегу». Показы картины прошли во всех кинотеатрах страны. Режиссер-постановщик Андрей Хрулев. Главный герой – Павел Смолич. По замыслу парень живет со своей матерью в Западной Беларуси, недалеко от границы с БССР. В 1925-м эта территория оказывается под властью поляков по условиям Мирного Рижского договора. Это непростое время. Идет партизанская война. Местные жители пытаются отстоять собственную культуру, язык, веру и церковь. Фильм в первую очередь отражает тот подход поляков, который был, когда мы были разделены на две части. Это отсутствие уважения к нашему народу. И хочется выразить большую благодарность Беларусьфильму за то, что они показывают в массы то, какой был подход к нам. 17 сентября у нас в стране проходит праздник День народного единства. И сегодня я посетила фильм, который был посвящен как раз-таки этой теме. Этот фильм показывает, насколько важно всем нам быть вместе. Открыто и честно после просмотра фильма в кинотеатре «Товарищ» прошла молодежная диалоговая площадка. Зрители отметили, трагическая история нашего народа заставляет задуматься о том, как важно сохранить независимость и благополучие страны. Всегда в игре, всегда в движении. Победители международного ралли-рейда «Шелковый путь» посетили город на Березине. В 2023-м Белшина стала генеральным партнером команды «МАЗ Спорта Авто», гоночный транспорт которого укомплектован шинами Бобруйского завода. О пути успеха Елизавета Липеева. На часах 10.00 Белшина встречает победителей международного ралли-рейда «Шелковый путь». В сезоне 2023-го команда «МАЗ Спорт Авто» производит настоящий фурор. Становится первой в каждой гонке. Бобруйский завод автомобильных шин имеет огромное значение в триумфе белорусского экипажа. Одной из особенностей этого сезона стало наше сотрудничество с предприятием Белшина и использование шин белорусского производства. В условиях сегодняшних санкционного давления на страну мы хотим показать всему миру, что предприятия Республики Беларусь, Минский автомобильный завод, предприятия Белшина выпускают высококачественную продукцию, конкурентоспособную. Спортсменам-сотрудникам МАЗ проводят увлекательную экскурсию в музей Бобруйского предприятия. Гостей знакомят не только с историей завода, но и с производственным процессом. Появились новые знания, понимания. То есть никогда не думали, что производство шины настолько непростой процесс. Слова благодарности в книге предприятия оставляет руководитель команды МАЗ «Спортавто». Белшина в этом году не только обеспечивает экипаж высококачественными шинами, но и выступает генеральным партнёром спортсменов. За так называемым «круглым столом» обсуждают планы сотрудничества на будущее. «Необходимо для индивидуального участка дороги подбирать свой тип рисунка. И уже сейчас конструктора получили задачу начать работу над разработкой продукта, который будет отвечать определенным требованиям». Далее гости-триумфаторы отправляются на настоящую автограф-сессию. На каждом заводе трудовые коллективы громкими аплодисментами встречают красную команду. Работники ведут активный диалог, воочию знакомятся с техникой. «Участвовала в разработке и проектировании данной шины, на которой автомобиль ездит. Это очень интересно, что они приехали к нам, чтобы люди увидели непосредственно рядом, в близости, как это всё выглядит». Сюрприз и для учеников 34-й школы. В актовом зале мальчишки и девчонки за просмотром фильма об экстремальных гонках ещё не подозревают, что на улице их ждёт легендарная техника. Двор учебного заведения моментально наполняется любопытными ребятами. «Просто восхищаюсь такими людьми, которые прославляют нашу страну просто на международном уровне. И о том, какие сложные они испытания выдерживают, когда ездят на своих соревнованиях, это просто удивительно». «Масштабы техники тоже очень поражают. Она очень большая и очень мощная, что даёт нам возможность как раз всегда занимать первые места. И то, что ещё очень берёт хорошо за душу, то, что эти же шины и эти автомобили произведены именно в Белоруссии». Экипаж сейчас лидирует в общем зачёте чемпионата России и Кубка Евразии. Скорость и напор команды МАЗ «Спортавто» пережает даже самую титулованную дружину планеты КАМАЗ «Мастер». Для Бобруйска честь быть причастным к победам международного уровня. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. «Спорт объединяет». В Бобруйске впервые проходит международный турнир управления СК Беларуси по Могилёвской области. В соревнованиях по мини-футболу принимают участие представители Следственного комитета нашей страны и России, а также сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз. Борются за Кубок четыре команды. Продолжительность матчей два тайма по 20 минут. Тесное взаимодействие наших подразделений, наших ведомств, оно продуктивно сказывается на нашей совместной работе, в том числе в вопросах борьбы с международной преступностью. Наша спортивная дружба длится уже больше пяти лет. Очень хорошо, что в этом году нам удалось встретиться снова. Замечательный формат, замечательный город, замечательная республика и замечательные люди вокруг. И мы занимаемся любимым делом. Что может быть лучше? Финальные игры пройдут в пятницу. Команда победителей получит кубок, остальные участники – медали и почетные грамоты. Соревнования приурочены ко дню сотрудников органов предварительного следствия. И в последующем станут традиционными. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!